На оперативном совещании у губернатора Мурманской области Юрий Кузин отчитался о реализации проекта энергоэффективности в социальных учреждениях. По словам главы Кировской администрации, планируемая экономия бюджетных средств на осенне-зимний период 2020-2021 года составит более 15 миллионов рублей. Модернизация 39 тепловых пунктов во всех социальных проектах была завершена к 2020 году. Общий объем затрат 11 миллионов, окупаемый до 2023 года. Социальные объекты Кировска существенно сокращают расходы. Разумная экономия стала возможной благодаря трем составляющим. Закрытая система водоподготовки, особо точные приборы учета, энергоэффективная настройка системы теплоснабжения. Об этом рассказал глава администрации Кировска, областному правительству и коллегам из других муниципалитетов. Пилоты по энергосбережению, работа такая ведется в ряде муниципалитетов, не только в Кировске. Это уже не должно быть пилотами, это должно быть практикой. Должен быть набор коробочных решений. У нас при Министерстве энергетики ЖКХ есть соответствующий центр энергоэффективности. Вот этот центр должен стать центром компетенции в этой работе. Я хочу, чтобы мы внятный план получили, когда все учреждения области будут иметь соответствующие контракты по энергоэффективности, какая система мотивации. Эффект есть на всех объектах социальной сферы. В школе номер 5, например, экономия составила 40% по сравнению с прошлым годом. Самые высокие результаты в Кашинской школе. Там потребление теплового ресурса снизилось на 90%. Как и в прошлом году, так и в этом году. Сейчас на подачу у нас 63-65 градусов. Но мы, я же говорю, провели модернизацию теплового пункта. То есть непосредственно перешли на закрытую систему горячего водоснабжения. Плюс нас позволяет температура регулировать подачу теплоносителя вне зависимости от температуры окружающей среды. И мы забираем именно тот объем в радиаторную систему из той температуры, которая нам непосредственно необходима для обогрения этого объекта. Все средства, сэкономленные благодаря программе энергоэффективности в социальной сфере, направляются на развитие этих учреждений и мотивацию персонала. Проект продолжается. Здание планируется утеплить, отремонтировать и оснастить новым оборудованием. Со следующего года мы планируем ставить рекуператоры воздуха на отдельных объектах. Это вот пилотные детские сады. Во всех школах планируется замена оборудования в санузлах, очень хорошего уровня ремонта санузлов, установка диспенсеров для экономии воды. Поэтому есть много направлений приложения сэкономленных денежных средств. Для нас очень важно, что мы фиксируем положительный результат возвратности денежных средств, направленных на реализацию инвестиционных проектов в сфере энергосбережения на социальных объектах. Мониторинг потребления тепла ведется во всех 42 объектах ежедневно. Любое отклонение от нормы детально анализируют. В случае необходимости перенастраивают систему. В случае, если наблюдается отклонение, это является основанием для более детального анализа и разбора причин. Стоимость современного оборудования окупится через год-два. Фактически эффект от реализации проекта оказался выше, чем рассчитывали изначально.